Всем дару-дару, с вами Мотобустеры и это обзор на Ирбис ТТР 250Р. Это мой мотоцикл. Я его купил где-то недельки-две назад. Уже успели с Лёхо Фуртексом поменять до хуище на нём запчастей. Самое такое главное, что нужно, прям пиздец было поменять, это главный тормозной цилиндр. Ему была пизда. Купили новый. Подшипники, тросики, хуйню, масло поменяли. Очень до хуя. Тут стоит выхлоп-примоток Проспорт. Кто из начала 2000-х на девятках, на девястодевятках, на восьмёрках ездил, знает, что вот эти выхлопы были очень популярны на них. Он орёт, пиздец. Руль ещё плюс. Тут стоит фатбар переменного сечения 22-28 мм. Охуенный руль. Скажу сразу. Не поменим тут тросик газа. Тросик газа стоит старый. Я не знаю, зачем тут вот этот болтик на хомутиках. Напишите, может быть, кто-то шарит, для чего он. Два месяца, ой, две недели я на нём езжу, и что я могу сказать? Поменяли подшипники. Управление просто охуенно стало. Я думал, у Yerbester 250R управление говно. Нет, управляется он неплохо. Есть в нём нормальные подшипники, снять новые. Движок завода вроде 169-й. У меня 167-й. Тут поставлен, блядь, как он называется, движок. 167-й FMM. Что могу про него сказать? У него какие-то передаточные числа, но слишком длинные скорости для кросса. Для эндуро очень длинные скорости, сразу скажу. По звёздам цепки. Цепь, сейчас обойду и покажу вам, что за цепь, звёзды и всё в этом роде. Цепь стоит 520-я и звёзды. Цепь, звёзды, 520-я. О чём она? Перешита сидушка. Типа эко-кожа. Охуенный материал. Очень нравятся колёса. 18-21. Это эндуро колёса считаются. Эндуро размеры задние 110-я. Сейчас скажу вам точно. Даже не видно. Но вы можете увидеть. 110-90 на 18. Вот, 110-90 на 18. Передняя восит на 100 или что-то типа того. Короче, восит на 100 на 18. Ой, на 21 передняя. Вроде бы. Именно на моём этот цикл работает абсолютно всё. Что? Поворотники, фара, стартер. Смотрите. Опа. Приборка даже работает. Это вроде не сток-приборка, но мне она больше нравится, чем сток. Давайте заведу. Выхлоп громкий бездец. Этого на холостых нужно даже повышать голос. Послушайте. Когда я его купил, сразу в другой день поехал за запчастями, набрался запчастей. Не хватило запчастей. И ещё в следующий день уже на нём поехал. Накупился запчастей. Короче. Тут вложено по мелочам дохерища. Вот кажется, что одна штучка вот эта, подшипнички, масло. А это уже как бы немало. А мелочей сколько сюда вложено, это пиздец. Теперь на нём хоть по горам, хоть по всякой херне. Конечно, для гор слабовастенький. Мотор на 16 сил, 167 фмм, слабенький. Не сильный для гор. Вдвоём мы даже ездили на нём не очень. Я ещё хотел на него поставить карбюратор ПВК-30. Тут по за 30. Обычный от Кейхина. Скорее всего, китайский стоит на... Мне кажется, если поставить сюда ПВК, он будет пободрее. Скажу сразу. Ещё раз посмотрю. Дней потрачено. Дней 5. Каждый день, например, по 3-4 часа на него. Очень много что допелено. Допелено. Конечно, по виду ничего не изменено. Только задняя такая вот хернюшка сделала. Чтобы просто говно не летело всякое, когда по грязи ездишь. По говну, по грязи, точнее, ездит просто охеренно. По горам, ну, немножко не хватает у него дури. Не хватает. И почему я снимаю этот обзор? Я думал, поехать на нём месяц, два, три. Тогда уже снять обзор. Но нет. Я его уже хочу поменять. А на что это? Питбайк на 160 кубов. У меня была 150-ка Аппола. Это просто, блядь, охуенный был Пит. Он ехал, он просто на первых трёх скоростях переворачивался. Вот этого такого нет. Я хочу какую-то бешеную табуретку. Пусть он будет маленький. Похуй. Да, этот мотоцикл прям под мой рост. Я высокий. Эмотик большой. Снаряжённая масса этого мотоцикла. 125 килограмм. 169-й мотор вроде бы в стоке стоит. Вроде бы. На ТР-250А стоит 165-й мотор. Вот на ТР-250Р в стоке стоит уже 169-й. Что того, что того, маловато. Это понятно. Не японец. Ну всё. В чём прикол? Два или три дня назад вышел новый ТТР-250Р. Он новый стоит 163-900. Что изменено в нём? Нихуя. Только движок поставили 172-й на балансирном вале. И усил. Всё. Новая цена 163-900. Я думал сначала много, до хера. Теперь посмотрел объявления на новые мотоциклы в магазинах. И прихуел. Могу даже продемонстрировать. Сейчас. Что у меня всё типа поворотник и вся херня моргает на нём. Конечно, с виду он не очень. Я думал сначала брать получше. По состоянию, по виду. Ну потом, да нахуя. Я типа на нём же буду ещё гонять по всякой хуйке. И взял похуже. По виду. Получше по виду стоит ну 80+. Прям вот хороший-хороший. 80+. Ну там тоже, блядь, и подшипники, и всё хуйню менять. Просто вид был бы лучше. Заканчиваю тем, что за полторы недели владения где-то я уже на нём накатался. И выхлоп громкий сначала нравился, он мне заебал, уже уши болят. Ой, сейчас поворотник включу. Блядь, я не то нажал. Да ёбаный урод. Тут даже работает на приборке. Выключаем нахуй. Вот такой вот мотоциклей. Кому как первый мотоцикл, вот если вы ростом 170+, 175 даже. Охуенный как первый мотоцикл, чтобы влазить в горы, не гонять, не спешно передвигаться по горам, по гравийке, по полям. По полям это вообще не пахнет. Это охуенный мотоцикл для езды по полям. Это просто топчик. Ну, хочу этот продать и купить другой. Пиздец я быстро, ребята. Ну, пиздец. Мотик купил. Сколько там? Не спешите. Полторы недели назад. Конечно, сил ушло. Ну, средств немного, но всё равно. Под ушло нормально, я вам так скажу. Я хотел ещё резину бушную найти получше. Ну, и это сойдёт. По минусам. Что мне не нравится? Первое. Мощность двигателя. Второе. Передаточные числа. Но это именно у этого двигателя. В стоке другой движок стоит, я не знаю. Третье. Именно у меня уже заебал мой прямоток. Четвёртое. Вилка работает как-то, ну, такое себе. Не знаю, может, она из завода такая. По плюсам. Ебать, какой нормальный мотоцикл для двух человек. Тут мы вдвоём сидим охуенно. Тут можно даже втроём, если захотеть. Если вы килограмм по 70 весите, то можно и втроём ездить. Ну, лучше не нужно. Амортизатор. Такое себе по плюсам, что заводится в любую погоду. Что хоть прохладно, хоть жарко. Со стартера сразу, просто сразу. Карбюратор стоит позатрить. Самый простой. Который стоит сейчас на магазинах где-то около трёх тысяч. В Китае, в Алиэкспрессе, он ещё дешевле. Колёса. Резина Янгсинг. Я думал, когда взял его, зацепа нихуя не было. Нет, нет зацепи. Хоть она уже и подвозношена. Ну, ещё вон, видно шашку. И то в реальной жизни лучшую виду. Но зацеп есть. В конце скажу. Хороший, дешёвый, полноразмерный мотоцикл. С вами был Мото. Всем удачи. И всем пока-пока.